Приветствую вас во всей этой истории, во всей ситуации, которую вы озвучили. Я думаю, что одной из ключевых ролей играет то, как вы взаимодействуете со своим мужем в целом. Потому как довольно показательно то, что вы совершенно никак, значит, ну, не застряете внимания на мой взаим. То есть вас как будто абсолютно и совершенно не волнует, что у вас есть муж, что он, в общем-то, может переживать, что вы ему можете делать больно. А самое главное, что вы как бы не свободны и что вы, по сути, претендуете на мужчину, который тоже не свободен. То есть ваши отношения это всё ради чего? Зачем? Для какой цели? Как так вышло, что вы будучи замужем, да, вот вы пишете, что вам 23 года замужем, 5 лет, мужу 31, и сын ему тоже 5 лет. Вот. И вы познакомились в интернете с другим мужчиной ему 39. То есть как бы, как вышло. На мой взгляд, вы, особенно с учетом того, что у вас много времени для того, чтобы общаться, да, с вашим другим мужчиной. Вот. Мне кажется, что… Что… Дело всё в том, что вы слишком… Рано вышли замуж. Вот. То есть мне вот… Мне почему-то… Кажется так, что… Вот вы слишком рано вышли замуж. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, ну, вам не хватает, вам недостаточно ориентирования на себя какого-то, да. Вот вы недостаточно… Уделяете… Внимание себе, да. То есть вы не реализуетесь никак. Вот. То есть это, к сожалению, такие очень важные моменты для вас. А вы на них как будто бы, ну, не обращаете никакого внимания. Вот. Хотя это важно. То есть… Чего вам, грубо говоря, не хватает? А в отношениях с мужем, что вы, ну, соответственно, с другим мужчиной начали взаимодействовать. Так. Вот это, мне кажется, первое, что нужно вам вывести для себя. Да, вывести для себя. Эм… Обратите внимание на то, что у вас абсолютно и совершенно не фигурирует… Муж. То есть у вас нет мужа, он никак не фигурирует. Вот. Ну… В вашем безфигурирует… В вашем сообщении… И… Вы сами не фигурируете… То есть вы сами фигурируете только как источник реакции… В ответ на что-то. Но… Сами, вот, самостоятельно вы… Себя не проявляете… Никак. И вот это, наверное, тоже… Достаточно важная история… Которую нужно… Ну… Корректи… Корректи… Корректировать. Да. Вот. Вот. Вот, в принципе, в принципе, это тот, я могу вам сказать. Эм… Что касается… Ну, в целом… Мужины, да. То он ведет себя так, в общем-то… В общем-то… Как и должен себя вести. В том смысле, что… Изначально он видел… Видел… В… Вас… Как… Свою любовницу… И он… Собственно… Так вам и относится, как к любовнице… И когда вы… От него отдалились… Он просто… Ну… Перестал… Эм… С вами… Вами… Так вот… Дрожить… И все. То есть это, опять же, нормально. Вопрос в том, почему вам это так важно? Заметьте, что вы воспринимаете, как абсолютно нормально, то, что вы будете… Значит… Как сказать… Будете… Замужней… Да, женщины? Вот. versa… Хотели встречаться втайне от, вот… Вот, вот… Своего муж. Вот. То есть, это вот, на мой взгляд, это ключевой номер, который вы, ну, выпускаете для себя, опять же, для себя выпускаете. Потому что, действуя так, действуя так, вы обесцениваете свои собственные чувства. И несчастливы вы не из-за того, что у вас с этим мужчиной что-то не получается, а потому что со своим мужем у вас отношения не складываются. И вам необходимо определить для себя, вы готовы, например, вы готовы, там, допустим, быть любовницей для этого мужчины, да, и не только для этого, но вообще, вы готовы вообще просто стать любовницей, да, или вы все-таки, ну, достойны отношения таких, скажем, ну, более, более периодных и полностью раскрывающих, ну, ваши плюсы и так далее. понимаете. То есть, вот мне кажется, что, да, мне кажется, что, вот именно так нужно сходить, именно в таком ключе. нужно двигаться. А то получается, что вы и не туда, и не сюда, да, то есть, вроде бы вы и смунин, но в то же время вы и без мужа, да. Вроде бы вы и смунин, но в то же время ведёт себя как незамудний, а муж свои претензии предъявляет, и вы с ним общаетесь. Вот. То есть, как бы, как правило, подобная история возникает тогда, когда человек не совсем уверен в себе, как правило, такая история возникает, когда человек как-то сомневается в себе и, как правило, такая история возникает, когда человек чего-то боится. Вот. Ну, ну, например, да, например, боится отца с 1, там, или боится, боится, там, допустим, что он не справится, там, с чем-то, и так далее, вот, то есть, вот такие истории все, и это нужно, опять же, корректировать, если это действительно, действительно, план, да, не пытаться сейчас привлечь внимание человека, который изначально вас не воспринимал, как серьезного партнера, вот, вот так, вот так, то есть, вот ваши, вы пишете, значит, так, так, я больше жизни не хочу его никогда потерять, то есть, вот больше жизни, это полное, вообще, не допущение того, что вы не можете его потерять, для адекватности ситуации нужно признать, что вы можете его потерять, что это нормально в данном случае, но и свои потребности, которые отвечают за то, что вы не хотите его потерять, тоже нужно реализовывать не связанным с ним образом, дальше, помогите, почему он себя так ведет, потому что вы изначально были им нужны только, как любовницы, как мне жить дальше, ориентируйтесь на себя, как поступать, что без что, как писать, никак, что делать, что без что, я очень не хочу без него быть, в чем, в чем, трудно считало, что вы не хотите без него, как Виктория, в чем трудно, как правильно быть я понимаю, и понимаю, что это не могу, нет такого слова, вы не хотите, но не можете, и не плохо без него, еще хуже, а почему-то неплохо. Раньше хоть в активном плане меня хотелось, а теперь, наверное, там все устраивает. Ну, то есть тут вы вот себя как-то сравниваете уже с другими людьми, да? Знаете, нужно анализировать весь ваш жизненный путь, начиная от того, как выбирали свою мысль и для чего вы выходили замуж, и от того, какие у вас вообще в жизни цели, и заканчивая, вот, собственно, тем сейчас происходит. По поводу обид, здесь история не обназначена, дело в том, что в основе обид лежат ожидания, определяющиеся желаниями. Так вы же вот хотите, вы ждете этого других людей, вот, и, соответственно, из этого они как-то обиды. Я бы рекомендовал вам также изучить треугольник Карпена в интернете, это есть, то есть здесь вы явно представляете как жертва, вот, ваш муж как херан, а другой мужчина как спаситель, ну, либо там другие какие-то роли есть, ну да, а вы жертва. И вот из позиции жертв вам тоже нужно уходить, приняв личную, личную ответственность за то, что происходит, именно личную, не ожидая чего-то от других людей. Вот, в целом так, то есть, еще такой вопрос, чего вы хотите от психологов, собственно говоря, а? То есть, вы хотите, чтобы мы вам помогли наладить отношения с этим мужчиной. Но такая история, что, что бы вы ни делали, вы ему можете быть неинтересны. Просто потому, что изначально вы были ему неинтересны, просто потому, что на секундочку мужчина женат. Ага. Понимаете, такая штука. То есть, тут вот такой момент. Это, я полагаю, очень тоже важная история для вас. Определитесь, пожалуйста, в общем, чего вы хотели бы от психологов, от психологов конкретно. И мы, я уверен, я уверен, что мы вам сможем помочь. Тогда. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, в личку. В общем, кто рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. В первую очередь я бы хотел, чтобы вы определились сейчас за следующим. Что значит для вас первый, второй мужчина. Как воспринимать своего мужа, как воспринимать своего любовника. Второе. А, и ребенка тоже. Второе. из чего вы хотите? Какое у вас вообще желание? Какое у вас цель, цель, цель? Третье. Как вы относитесь к себе? Какое вы мнение о себе? Четвертое. По какой причине вы считаете, что этот мужчина, вот любовник, не должен вас бросить? И по какой причине ваш муж должен, условно говоря, все это терпеть. Ведь три раза он уже это видел и прощал вас за месяц. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.